Тренер, второй матч на выезде с более сильным соперником, судя по турнирной таблице, но и второе очко и вторая ничья. Что принесло очко на этой игре? Ну, я думаю, что характер прежде всего, потому что тяжелое поле сегодня было, в первом тайме очень сильный ветер, мы играли против ветра, соперник хотел начать эту игру агрессивно, активно, с высоким прессингом, конечно, нам было тяжело, ну, характер, характер, я думаю, в первом тайме точно нам характер помог, ну, и в концовке второго тоже самое. Я думаю, при такой погоде, на таком поле всегда на первый план выходит борьба, характер и желание выигрывать, набирать очки. Про тактику матча, владение мячом процентами там было в пользу в Чауляе, в середине первого тайма 70%, даже 80% достигало. Вы сознательно отдали инициативу и там потом старались остро контратаковать? Ну, нет, конечно, до такой степени мы не отдавали инициативу. Я думаю, что вот этот ветер, огромный ветер, мы даже длинную передачу не могли нормальную там сделать на 30 метров. И, как вы знаете, сегодня шавляский ветер был. В первом тайме он был, во втором тайме вроде бы он должен был нам помогать, но где-то с 55 минуты он стих полностью и чуть ли не солнышко выглянуло. Конечно, ну, это тоже преимущество с таким ветром. Ну, а по поводу владения. У нас с Риттери было 71% владения, и мы проиграли игру с Риттери. И кжи показательно с Риттери был больше, чем у нашего соперника, но мы ее проиграли. Владение не всегда значит набранные очки. Конечно, голевые моменты соперник создал во втором тайме. Несколько было неплохих. Ну, и у нас было. У нас было и перекладина была, и неплохой удар Сорокина был. Поэтому, да, у шавляя было чуть побольше этих моментов. Ну, я думаю, что вот именно на характере, когда было тяжело, в трудные моменты, особенно вот в первом тайме, с этим вот минимальным владением мы выстояли. И в какой-то момент мы смогли добавить, ну, и вот постараться, постараться набрать очки против сильного соперника. Ну, и казалось бы, шавляя очки очень важны в борьбе за бронзу. Для вас, вроде бы, по турнирной позиции это очко ничего, по сути, не меняет. Но вы находите какую-то мотивацию, и вот боретесь с более сильными командами, и умудряетесь вывести очки. Как вы мотивируете команду? Или сами игроки понимают, что конец сезона надо по максимуму использовать шансы? Ну, конечно. Ну, не всегда, не всегда получается мотивировать. У нас в этом сезоне проблемы с соперниками, так знаете, равными по рангу с нами, равными в таблице с нами. Вот. И вот как эти две игры с Банго и с Риттери показали, то, что мы можем владеть 71% владения и при этом проигрывать эту игру. И да, мы в этом году лучше играем с более сильными соперниками. У нас молодая команда, ребята, понятно, что имеют мотивацию на сильных соперников, на лидеров нашего чемпионата. Против команд равных не всегда я могу достучаться. И тоже вот эту плохую роль играют какие-то набранные очки. Например, мы с Жугасом набрали три очка в домашней игре. Ключевая игра, можно сказать, такая, второй половине чемпионата была. И ребята чуть подуспокоились, подумали, что уже задача наша на сезон решена. И вот после этого две игры я не смог достучаться. Ну, вот, конечно, с Кауневским Жальгерисом и сегодня характер был, желание было. И я рад, я рад, что вот концовку этого чемпионата, я надеюсь, и вот эти ближайшие наши игры, последние в этом чемпионате, мы проведем с таким же желанием. Я ребятам это сейчас сказал в раздевалке. Потому что первая половина сезона, два круга мы провели удачно, набирали очки, играли, в каждой игре бились, играли хорошо. Да, бывали иногда чуть слабее игры, чуть сильнее, не без этого. Мы самые молодые в этой лиге. Вот. Ну, потом третий, четвертый круг, конечно, мы стали играть слабее. И именно вот ментально мы стали играть слабее. Потому что я сравниваю наши игры, допустим, с Риттери, первые игры в этом чемпионате. И вот эту сейчас последнюю игру с Бангой. Я все время сравниваю, статистику сравниваю. И я понимаю, что мы играем не хуже, мы создаем не меньше голевых моментов, чем в первом и втором круге. Но где-то удача от нас отвернулась. И я понимаю, почему она отвернулась. Но вот сейчас мы эту удачу возвращаем нашим огромным желаниям и характерам. Вот это самое главное.